В России могут частично запретить пластик. Участники Евразийского экономического союза, куда также входит Россия, оценят возможность запрета производства и ввоза в страну пластиковых одноразовых изделий, в том числе пакетов. Откажутся ли в стране от полиэтиленовых пакетов и крышек от кофе? Подробности прямо сейчас. Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. С начала 2023 года в России собираются ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Страны Евразийского экономического союза хотят понять, как отходы из полимерных товаров влияют на здоровье человека и окружающую среду. Какие одноразовые товары сложно собрать и переработать, каким образом их постепенно ограничить и что можно использовать в качестве альтернатив, все будет подробно изучаться в ходе исследования, которое планируется начать в апреле этого года и завершить в июне 2023. Его разработка будет стоить 9 миллионов и 70 тысяч рублей. Пользуются ли жители верхневожья одноразовой посуды и как относятся к переработке пластика, сейчас мы с вами узнаем. Нет, это не экологично, поэтому не пользуемся. То есть вы считаете, что нужно пластик все-таки перерабатывать? Да, конечно. Одноразовой посудой стараюсь не пользоваться. А как вы думаете, нужно ли пластик перерабатывать? Перерабатывать, конечно, нужно. Нет, не пользуюсь. А пластиковыми пакетами? Да, пользуюсь. Нет, никогда. То есть вы считаете, что нужно от пластика отказываться, правильно? Ну, скорее да, все-таки. Хотя существуют разные случаи, пикники, например, на природе. Но обязательно нужно забирать с собой эту посуду с природы. Бывает. А как вы считаете, нужно ли ее потом перерабатывать? Может, не знаю. Я думаю, что это полезное, конечно, дело, но я в этом ничего не смыслю, и поэтому адекватные оценки вам не скажу. Обязательно. Обязательно. Чтобы не засорять нашу планету. Считается, что за год регион накапливает 620 тысяч тонн мусора. Из них около 70% мусора. Из синих контейнеров после сортировки идет на переработку. Из этого выходит, что 186 тонн мусора зарывают в землю. Как же обычный человек может помочь проблемой сортировки мусора? Все просто. Начните с себя. Пластик, стекло, металл можно разделить еще до контейнеров. Во многих дворах Твери есть синие контейнеры для всех четырех видов перерабатываемого мусора. Перед сдачей на переработку экологи рекомендуют тщательно промывать и отклеивать все ненужные этикетки. Экологическая ответственность – это не просто чистота во дворе, но и серьезный шаг на пути к сохранению природы. Если не начать бороться с загрязнением природы сейчас, потом уже может быть слишком поздно.